Приоритетные задачи по развитию промышленного сектора Волгоградской области на 2017 год рассмотрены в ходе совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров. В число ключевых направлений вошли содействие запуску новых и модернизация существующих производств, повышение уровня подготовки кадров для промышленности, разработка и реализация экологических программ на каждом предприятии. Прежде всего, Андрей Бочаров отметил, что индустриальный сектор показал позитивные итоги работы. 2016 год стал знаковым для промышленности Волгоградской области. Сохранен серьезный объем производства, опережающий среднероссийский уровень. По итогам 11 месяцев прошлого года индекс промышленного производства составил 102,5%, в то время как средний показатель по России за этот период равен чуть более 100. Таким образом, в регионе создан хороший задел на 2017 год. У нас в 2016 году открыто 11 новых промышленных производств и крупных производственных участков. Проинвестировано в этом году только порядка 100 миллиардов рублей. У нас создано порядка 1300 новых высококвалифицированных рабочих мест. Но также говорить об этом надо, что все эти работы проводились в основе своей государственной поддержки. Область активно работает с Федеральным фондом развития промышленности. В этом году создается региональный фонд поддержки этой сферы. В него будет направлено порядка 330 миллионов рублей. В то же время губернатор отметил, что индустриальный сектор базируется на частной собственности и влияние административных и государственных органов ограничено. Тем не менее, регион с помощью облпромторга наладил сотрудничество с промышленниками. Нашему комитету Ерману Сергеевичу удалось выстроить такое конструктивное взаимодействие с предприятиями, с руководством промышленных предприятий, с собственниками, с людьми, кто непосредственно работает на предприятиях. И сейчас такая работа будет усиливаться. Задача такая стоит перед нашим комитетом. Андрей Бочаров также акцентировал внимание на необходимости создания комплексной системы подготовки рабочих и инженерных кадров с участием предприятий, поручив облпромторгу подготовить перспективный план развития отраслей промышленности и потребностей в специальностях на 10 лет вперед. Сотрудничество инвесторов и власти дает результаты. Так, в этом году планируется завершить первый этап строительства горнообогатительного комбината в Котельниковском районе. Мы впервые подписали с Еврахимом специальный инвестиционный контракт. Это очень важное событие, уважаемые товарищи, для всех нас, потому что на самом деле мы выстраиваем отношения комплексно, в том числе не только строя производственную базу, не только мы видим перспективу на десятилетия вперед, но мы подошли к этому вопросу и социально, социально ответственно. Поэтому сегодня мы строим в Котельниково с Еврахимом достаточно серьезное предприятие, где полностью будет учитываться как промышленное направление, естественно, как и социальное направление. Совместно с компанией «Русал» в стадии принятия решения находится вопрос расконсервации мощностей по производству первичного алюминия на Волгоградском заводе. Одновременно с этим будет проводиться работа по укреплению существующих предприятий, в том числе и через участие в программе импортозамещения и развития кооперационных связей, используя возможности федерального центра и региона. Также в Волгограде скоро начнет работу научный центр инновационных лекарственных средств фармкластера, совершенно новые для региона направления. Еще одна важная тема – снижение нагрузки на окружающую среду со стороны предприятий, что особенно актуально в год экологии, который объявлен президентом России. 2017 год объявлен годом экологии. Мы с вами проводили мероприятие уже и в рамках наших совета директоров в каждом предприятии должен все-таки быть план, экологический план готовки. Он не должен быть только на 2017 год, уважаемые товарищи. 2017 год должен создать основу. Но на самом деле без экологии невозможно сегодня говорить о развитии ни отдельного человека, ни промышленности, ни экономики, ни социальной сферы, ни в целом общества. Андрей Бочаров поставил задачу наладить взаимодействие в вопросах модернизации промышленных площадок, контроля состояния воздуха и стоков, оборота отходов, а также повышения экологической культуры населения. Марина Зинченко, Вести 34. Марина Зинченко, Вести 34.